Книга «Открытым оком» том 11. Тема канонизации. Вопрос 2431. Почему прошло столько лет после смерти адмирала Федора Ушакова и только сейчас его канонизируют? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В канонизации прославления есть полная стопроцентная уверенность, что человек этот находится в раю и что суд Божий его участие уже никак не изменит в худшую сторону. То есть предполагается, что есть у канонизаторов эти абсолютные знания положения душ после их кончины. Вопрос. А откуда же эти канонизаторы узнали, что Дмитрий Донской, Федор Ушаков или Суворов Александр в воителях у Господа Бога? Где это подтверждение? Где удостоверение? Кто ходил и видел, чтобы возвестить правду истинную, а не ложную? Нет ни одного свидетеля. Все зависит только от желания смертных людей. У них это зависит от настроения, от несварения желудка или от бессонницы. Это даже дурью нельзя назвать, а просто абсолютное безумие из безумия. На земле не дано решать, кто же святее или кто спасется, так как о том Бог запретил даже разговаривать. А не тем ли пачи вечно учат решать тех людей, о которых знаем только по написанному кем-то. А самих и в глаза не видели. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который светит скрытое во мраке и обнаруживает сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Тогда на суде Божьем после его славного и страшного пришествия обнаружатся их похвала. Перечитайте этот стих Павла и ужаснитесь за этих канонизаторов, не верующих в Богу. Прославление будет только на суде Божьем, когда жизнь земная закончится, и все верные и иегови соберутся перед ним. Перед ним. Евреям 11.40. Потому что Бог предусмотрел о нас не что лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вопрос второй. Зачем и кому это нужно? Тут заказ Министерства обороны, терпящего постыдные поражения в самых мелких конфликтах в горячих точках. Они же ничего не знают о том, что говорит Библия, обо всех этих суждениях человеческих по организации. Бог ясно высказался на страницах Священного Писания, что нужно любить врагов своих, будь то враги Отечества или враги мои лично. Филарет и сегодняшние любят разделять грехи по разным полочкам. Вот так прямо спросить Бога, чтобы он, вопреки своего слова, пошел воевать в зал лжеправославных. Стали ли петь башков местночтимых, чтобы эти вояки, может быть, в аду давно горящие, стали бы управлять бездарными генералами Российской Федерации. Бог терпит, не убивая этих канонизаторов, они еще больше наглеют. Экклесиаст 8.11. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих дел от злом. Бог власти над душами людей при их жизни и после смерти, и не человеку смертному указывать Богу, куда определять усопших. Римлянам 9.21. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси делать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. 2 Тимофеем 2.20. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И римея 27.16. И священникам, и всему народу всему я говорил, так говорит Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам и говорят, вот, скоро возвращены будут из Бавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Канонизация есть грех богоборческий, когда человек бросает вызов Богу единому суде и решает, что Бог обязан, куда Бог должен поместить единому суде и решает. Канонизация есть грех богоборческий, когда человек бросает вызов Богу единому суде и решает, куда Бог должен поместить человека, которого смертное украшает великим и иными святейшими сравнениями. Составляют книги житий и по ним решают, сгнил ли он или не сотлел еще. Каждая конфессия канонизирует только своей юрисдикцией. Значит, о чужой вере с неба нет откровений. Откровение 20.12. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразны с делами своими. Прославление должно быть только по написанному в книгах, а книги на небе. Кто и когда давал доступ к тем книгам о жизни Ушакова, Донского, Суворова и прочих. 1 Коринфянам 2.9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Колосиным 2.18. Никто да не обольщает вас самовольным свириномудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно додмиваясь плоским своим умом.